Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы будем разбирать, что нужно сделать для того, чтобы переложить уже уложенную паркетную доску. Поехали! Итак, на самом деле это процесс очень трудоемкий, так как нужно аккуратно демонтировать всю доску, которую нужно нам переложить, не зацепив соседней. Делать будем это с помощью фрезера и подручных каких-то инструментов, типа небольшого ломика и стамески. Потом будет вибра у нас такая мультитул-машинка и, естественно, молоток и новая доска обязательно должна у нас. Друзья, мы сделаем вначале только одну доску, хотя нам нужно переложить порядка трех либо четырех здесь досок, посмотрим, как она себя будет вести, потому что все доски ведут себя по-разному, так как уже те, которые уложены, они набрались определенной влажности, приняли определенную форму. И новая доска, естественно, будет у нас отличаться от тех, которые мы уложили именно по размеру, хотя было это из одной партии. И, естественно, когда доска у нас уже подсохнет, займет свое положение, мы посмотрим, все ли у нас четко, все ли у нас подходит по цвету и только тогда приступим укладывать остальные доски. Я думаю, информация будет полезна, так как многие с такой проблемой, я думаю, сталкиваются. Если это так, пишите в комментариях, поскольку мы даже занимаемся ремонтами и часто упаковывая свои полы, все равно получается так, что заходят какие-то другие сторонние организации, либо, не знаю, предприниматели, которые поставляют мебель или что-то подобное, и в итоге все равно они бьют, скажем так, мнут, царапают эту доску и приходится ее переделать. Мы это делаем уже не первый раз, так что, думаю, информация в любом случае будет вам полезна. Продолжение следует... 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 Итак, друзья, я надеюсь, информация была для вас полезна. Если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал и следите за информацией, так как мы будем снимать еще больше различных лайфхаков. Всем пока.